МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире речь председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна на 17-м заседании экспортного механизма по правам коренных народов 22-е заседание Совета правительства Республики Западной Армении. Карабахская декларация содержит элементы искажения реалий исторического прошлого Гарна Шиван Нахачева. Парламентская ассамблея Франкофонии приняла резолюцию об армянах Нагорного Карабаха и территориальной целостности Республики Армении. В Турции начался сбор подписей против приостановки вещания радиостанции. Саманта Пауэр с арцарскими женщинами в Ереване и спекла традиционный Жангелов Хац. Наши спортсмены в Грузии примут участие в чемпионате Европы по поваляржному фолейболу среди юношей до 18 лет. Речь председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна на 17-м заседании экспортного механизма по правам коренных народов изучения и консультирования по консультациям с законным законодательству, политике, судебным лишениям и механизмам, на которые государства полагаются для достижения целей, изложенных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов во исполнении статьи 38 указанной декларации. Три минуты. Барри Льюис, госпожа президент, позвольте поздравить вас с избранием. На протяжении нескольких десятилетий мы работали и посвящали дни и ночи, чтобы 13 сентября 2007 года Организация Объединенных Наций приняла декларацию прав коренных народов. Также Неве на 17-м заседании экспертного механизма по правам коренных народов начал свое выступление председатель Национального Совета Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Эта дата и декларации должны были заложить основы для изменения отношения стран-членов Организации Объединенных Наций к коренным народам. Подчеркнув, коренные народы имеют право на свою национальность, земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели. Мы могли бы надеяться, что сможем остановить уничтожение генетических источников, дискриминацию, геноцид, этнические чистки в этом мире, которые мы защищаем, поскольку мы здесь можем вспомнить о статье 38. В июле прошлого года именно здесь я осудил блокаду и захват заложники 120 тысяч коренных армян азербайджанскими военными силами. И геноцидные намерения со стороны Баку в отношении коренного армянского населения Арцаха, которому пришлось выбирать между резней и бегством. 29 сентября 2023 года, почти через два месяца после моей жалобы, геноцидальные намерения трансформировались в преступления геноцида, что привело к этнической чистке 120 тысяч коренных армян, напоминающей геноцид армян в Западной Армении в период с 1894 по 1923 год. Несмотря на это, государство, нарушившее устав Организации Объединенных Наций и соответствующей конвенции, по-прежнему является членом этой прославленной организации, подчеркнул Арменак Абрамян. Мы направили несколько запросов генеральному секретарю и специальным докладчикам. Лично я направил два доклада, один из которых размещен в интернете, но ответа не последовало. Поэтому я решил обратиться в суд, в частности в Европейский суд по правам человека, добавил первый президент Республики Западной Армении. Именно поэтому я призываю Организацию Объединенных Наций осудить преступления геноцида против коренных народов, занять более жесткую позицию в отношении террористических государств, создав специальную комиссию для рассмотрения просьб коренных народов о передаче дел Международный суд в случае совершения подобных преступлений и предпринять немедленные шаги для привлечения богов к ответственности за геноцидаальную агрессию. И так все вы, присутствующие здесь сегодня, в прошлом году были непосредственными свидетелями моей жалобы и этнической чистки моего населения в Арцахе, которая сегодня привела к систематическому уничтожению всего нашего векового наследия. Другими словами, к полному стиранию всех следов существования армянского населения с их земель. «Несмотря на все это, чтобы продемонстрировать вам нашу решимость, ужасные злодеяния, этнические чистки, незаконное присвоение земель, территории и ресурсов, совершенные со стороны Баку против проживающих в Арцахе коренных армян, не подчеркнув права армян мирно и свободно жить на своей родине, исповедовать свою веру, следовать своим обычаям и говорить на своем родном языке». 8 июля состоялось 22 заседание Совета правительства Республики Западной Армении. Со вступительную речью выступила президент Республики Западной Армении Лития Маркусян. Приветствую присутствующих коснулась 17-й сессии ООН, посвященной экспертным механизмам защиты прав коренных народов. Отметим, в заседании приняли участие Лития Маркусян и делегации Республики Западной Армения во главе с председателем Национального Совета Армянаком Абрамяном. Говоря о выступлении президента Армянак Абрамяна в ООН, президент подчеркнула важность обстоятельства, что все преступления нашли широкий отклик как со стороны странов-членов ООН, так и делегации Баку. Напомни, президент Армянак Абрамян был первым, кто открыл перед нами двери ООН, чтобы сегодня мы смогли продолжать представлять наши права как коренного народа. Заседание продолжил президент Армянак Абрамян, рассказав о участии в предстоящей встрече ВИПО, которая состоится 11 июля, где делегация Республики Западной Армении представит дорожную карту Министерства иностранных дел Республики Западной Армении. Президент Армянак Абрамян напомнил, что праздник Вартовар в том виде, в каком он проводится в Восточной Армении, не соответствует нашим местным традициям. У древних армян не было воды для полива. Вода – это генетический источник жизни, который никоим образом нельзя использовать. Вода также обладает особыми свойствами. Здесь мы ясно видим пренебрежение к воде в фальсификацию и дискредитацию наших традиционных знаний и прежде всего неуважение к населению, испытывающему нехватку воды. Мы очень далеки от ценности хайса, от большой чепухи, которая никоим образом не соответствует нашим старым традициям и нашим традиционным знаниям. В ходе заседания выступили министры и члены правительства, присутствующие обсудили вопросы повестки дня. 6 июля на неофициальном саммите организации Тюркских государств была принята так называемая Карабахская декларация. Однако, начиная с своего нелепого предисловия, содержит явные элементы искажения исторического прошлого и однобокую оценку текущих событий. Об этом сообщает Общий армянский союз Гармар-Ширван-Нахадживан. Тюркские страны также солидарны с правительством и народом Баку в восстановлении земель и освобождении от оккупации, включая широкомасштабные усилия по разминированию и гуманитарному разминированию, что создаст условия для возвращения сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев из Азербайджана. Все государства, подписавшие декларацию с такими широкими аспектами солидарности, выражают от имени своих народов солидарность с многочисленными этническими чистками армян-шушин на протяжении всей истории 1920-1989-2020 годах. Союз подчеркивает, проявляя беспокойство по поводу возвращения бывших вынужденных переселенцев из Баку, почему лидеры турских стран забывают об этнической чистке, произошедшей в Арцахе всего несколько месяцев назад. В результате и продолжении войны 2020 года около 120 тысяч армян Арцаха стали беженцами, имея полную возможность реализовать право на возвращение, предоставляемое международным правом, но столкнулись с отрицанием Баку. Похоже, что бакинский режим не создавал гуманитарную катастрофу в Арцахе, заблокировав Латчинский коридор на 10 месяцев при безоговорочной поддержке тех же тюркских стран с исходами голода и системами нарушения прав человека в целом, которые, как и во время войн 1988-1994 годов, четырехдневной войны 2016 года, 44-дневной войны 2020 года и сентябрьской войны 2023 года были нацелены на мирное гражданское население и инфраструктуру. Однако, вышеупомянутый озадаченный гуманитарными проблемами, азербайджанский режим привык наносить удары по гражданскому населению не только в условиях войны. Погромы и резня в Сумгаэте в 1988 году, в Баку в 1990 году, в Мараге в 1992 году, разрушение армянских и армянонаселенных сел, систематическое выселение армян из исторических Гармана Ширвана Нахадживана свидетельствует, что Баку уже более века находится в состоянии незавершенной войны с армянством. Всеармянский союз Гармад Ширван Нахадживан решительно осуждает формирование подобных декларативных угроз по инициативе Баку, что напоминает провалившуюся в прошлом веке идеологию пантюркизма. Страны, являющиеся сторонами декларации, призываем не участвовать в авантюре Баку и в своих действиях опираться на правовые нормы и принципы международного права. Парламентская ассамблея франкофонии приняла резолюцию об армянах Арцаха и территориальной целости Республики Армения. Учитывая нападение Баку на Арцах 19 сентября 2023 года, насильственное перемещение более 120 тысяч армян и продолжающиеся нарушения территориальной целостности Армении со стороны Баку, парламентская ассамблея франкофонии призывает уважать суверенитет и территориальную целостность Восточной Армении в пределах ее границ. Также решительно осуждает военное вторжение и нападение Баку 19 сентября 2023 года, этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха и уничтожение армянского культурного и религиозного наследия, выражает безоговорочную поддержку независимости и суверенитету Армении, поддерживает нормализацию отношений между Восточной Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности, демаркацию границ на основе Алматинской декларации 1991 года, разблокирование региональных путей сообщения на основе принципа суверенитета национальной юрисдикции равенства и взаимности и в этом контексте инициативу правительства Армении «Перекресток мира». Начался сбор подписей против решения о приостановлении действия лицензии вещающего Истамбула АТИК-радио. Об этом сообщает Эрмени Хавбер. Напомним, вещание было приостановлено Высшим советом радио и телевидения Турции на основании обнародования термина «геноцид», совершенный против армян. Деятельность радиокомпании была приостановлена на пять дней. Протест против этого решения выразили обозреватели, журналисты и политики. Петицией говорится АТИК-радио, радиоканал, который отметил свою открытость для выражения каждой мысли. Принятое решение о прекращении радиовещания не является приемлемым и явно противоречит свободе слова, гарантированной Конституции. Требует, чтобы данное решение было немедленно отменено. Также подчеркнуто, что лишенный лицензии радиоканала на протяжении многих лет обеспечил высококачественное вещание. Глава Агентства международного развития Соединенных Штатов Америки Саманта Пауэр в Ереване с женщинами из Арцаха испекла Жангя Ловхац. Как сообщает Армия Пресс, женщины Арцаха ознакомили с рецептом традиционного приготовления лепешки, рассказав, что начинку готовят из 13 видов зелени, что удивило Пауэр. Саманта Пауэр лично приготовила традиционный арцахский джангя Ловхац. После выпечки Саманта Пауэр пообщалась с перемещенными гражданами из Арцаха. Сборная юношей и девушек восточной Армении отправились в Грузию для участия в чемпионате Европы по пляжному волейболу до 18 лет. Об этом сообщает Федерация волейбола. Завтра наши коллективные команды сразятся в отборочном туре, который в случае его прохождения попадет в группу общих команд-участниц. Женская сборная восточной Армении на отборочном этапе сразится со сборными Румынии, Фарерских островов и Баку. Сборная юношей со сборными Андорры и Фарерских островов. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!